Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о такой характеристике, как выносливость и, как заявлено в названии этого видео, о пяти причинах развить это качество. Сразу хочу порекомендовать вам досмотреть этот выпуск до конца, потому что я наполнил его максимально полезной информацией, на мой взгляд, которая заставляет задуматься и что-то изменить в своих тренировках. Также можно сказать о том, что в пять пунктов не вместится вся польза этой характеристики, но мы сфокусируемся на важнейших, которые необходимо знать каждому. В соответствии с тематикой канала «Акцент» мы сделаем на силовую составляющую, но при этом первое, что дает нам развитие выносливости, это укрепление самой главной для человека мышцы. Как вы могли догадаться, это не пресс, не плечи, это сердце. Однажды я прочитал такую фразу, которая на меня достаточно весомо повлияла. Звучала она так. От тренированности и объема вашего сердца зависит не только ваш внешний вид. От этого зависит, где вы будете лежать после 60 лет – на пляже или под землей. По-моему, неплохой повод задуматься. Итак, пять причин, почему стоит развивать выносливость. Начинаем! Субтитры сделал DimaTorzok Выносливость и сердечно-сосудистая система. Сердце – это эдакий насос, который постоянно гоняет кровь по трубам, то есть сосудам нашего тела. Эта система, в общем-то, и называется сердечно-сосудистой. Ее задача – снабжать все клетки и органы нашего тела необходимым количеством кислорода и других питательных веществ, необходимых для жизнедеятельности. Вместе с этим мы должны понимать несколько важных зависимостей в эффективной работе сердца. Чем больше тела, тем больше для него нужно крови. Чем больше крови нужно, тем больше нужно сердце, или тем чаще оно должно сокращаться. Чем больше объем сердца, тем больше крови оно перекачивает за раз, то есть больше кислорода за раз. Чем меньше объем сердца, тем чаще оно должно сокращаться для накачки нужного объема крови. Соответственно, чем больше объем сердца, тем реже оно должно сокращаться для накачки нужного объема крови. Чем сердце реже сокращается, тем меньше оно изнашивается за жизнь. Увеличение объема сердца. Обратите внимание, что мы говорим об увеличении объема сердца, а не увеличении размера сердца. Это очень важные вещи, потому что первое очень полезно, а второе, наоборот, очень вредно. Дело в том, что увеличение сердца, то есть гипертрофия, может быть хорошей и плохой. Когда увеличение объема происходит за счет растяжения стенок сердечной мышцы, это называется L-гипертрофия, это очень хорошо. Это позволяет за раз перекачивать больше крови, что нам нужно. А вот когда сердце растет за счет утолщения стенок сердечной мышцы, это называется D-гипертрофия, это очень плохо. Это так называемая гипертрофия миокарда из-за дефекта диастолы. Причем последствия таких изменений в сердце, это косвенная причина инфаркта. Теперь мы рассмотрим, как добиться хорошей гипертрофии и избежать плохой. Все очень просто. Не нужно работать в пульсе близком к максимальному, это 180-190 ударов в минуту. Нужно работать долго и часто. В среднем пульсе это от 110 до 140 ударов в минуту. Для большинства чаще всего идеально подходит пульс 120-130 ударов в минуту. У обычного здорового человека в состоянии покоя пульс составляет 70 ударов в минуту. Когда такой человек начинает делать какую-то циклическую длительную работу, например, тренируется с железом, бегает или быстро ходит, его пульс начинает увеличиваться для того, чтобы снабдить все органы тела, возросшим из-за нагрузки количеством кислорода. Вот его пульс дошел до 130 ударов в минуту. Человек в данной ситуации может стабилизировать нагрузку и продолжить работу без увеличения интенсивности. Если он продолжит такую тренировку в течение часа, то гибкость его сердца начнет улучшаться. Мышцы перегоняют огромное количество крови через сердце и оно начинает постепенно растягиваться. Если так тренироваться часто, от трех раз в неделю по 60 минут, то со временем сердце растянется и его объем значительно возрастет. Соответственно увеличится объем крови, перекачиваемый за один удар пульса, увеличивается выносливость, а количество ударов пульса в состоянии покоя уменьшится. И как мы знаем, чем реже сердце сокращается, тем меньше оно изнашивается. Важность в силовом спорте. Для культуристов или других любителей силовых видов спорта это особенно важно, потому что в нашем случае ситуация усложняется большим количеством мышечной массы. Каждые лишние 10 килограмм мышц требуют около 3 литров дополнительного кислорода в минуту. У обычного человека 1 литр крови переносит в среднем 160 миллилитров кислорода. Это значит, что если нагрузка очень интенсивная, 180-190 ударов пульса в минуту, то у большинства средних людей получится около 4 литров кислорода в минуту. Теперь представим двух братьев-близнецов на беговой дорожке. Один весит 70 килограмм, а второй качается и весит 80. И вот они побежали. Первому 4 литров кислорода вполне достаточно для комфортного бега. А вот второму этому качку нужно для комфорта закачать не 4, а 6-7 литров кислорода для питания мышц. И сердце, если оно такого же размера, как у брата, и сокращается с той же скоростью, не будет успевать удовлетворять все органы достаточным количеством кислорода. Качок очень быстро начнет задыхаться и вынужден будет снизить темп. Исправить это можно либо уменьшив потребление кислорода, то есть похудеть, что неприемлемо, либо увеличить объем кислорода и кровью, перегоняемой за раз. В этом, собственно говоря, и заключается смысл тренировки сердца в увеличении его внутреннего объема. Чем объем сердца больше, тем больше питательных веществ получает сердце за раз. Чем объем сердца больше, тем реже оно может сокращаться. Чем реже сердце сокращается, тем меньше оно изнашивается. Развитие общей и специальной выносливости. Общая выносливость нужна для выполнения разного рода продолжительных нагрузок. Человек с хорошо развитой общей выносливостью сможет намного дольше ехать на велосипеде, плыть и нести сумки без отдыха, например. Можно сказать, что выносливый человек может выполнять любую работу на протяжении длительного времени. Общая выносливость является базой для специальной. Специальная выносливость – это способность организма выполнять уже конкретный вид деятельности длительное время. В этом случае беговая выносливость будет отличаться от лыжной выносливости. Дело в том, что при тренировке специальной выносливости организм привыкает к выполнению определенных действий и движений. Тренировка специальной выносливости необходима уже профессиональным спортсменам, которые готовятся к определенной дисциплине или дистанции. Общая польза. За счет того, что во время длительных спокойных нагрузок, например, бега или езды на велосипеде, улучшается циркуляция крови и кислорода, уменьшаются головные боли. У большинства людей головные боли возникают из-за недостаточной насыщенности мозга кислородом. Упражнения на выносливость способствуют исправлению этой патологии. За счет этого улучшается и мозговая деятельность, обостряется ум и улучшается память. Помимо этого, когда вы делаете любые физические упражнения, ваш организм вырабатывает эндорфины, которые создают ощущение эйфории, вызывают положительные эмоции и повышают настроение. А это избавляет вас от стресса и усталости, заставляет чувствовать себя счастливыми и расслабленными. Также тренировки на выносливость способствуют развитию силы воли. Дело в том, что на первых порах начинающему спортсмену приходится преодолевать свою лень при выходе на дорожку или при первых продолжительных заплывах в бассейне. Со временем человек вырабатывает в себе самодисциплину, чувство ответственности, развивая таким образом силу воли. А наличие развитой силы воли значительно сказывается на достижении успеха не только в спорте, но и в целом в жизни. Что ж, друзья, теперь я считаю, что вы обладаете очень полезными знаниями, которые вы можете применить на практике. Я думаю, те доводы, которые были приведены в этом видео, они достаточно весомые для того, чтобы начать что-то менять в своей жизни и в своих тренировках. Потому что это позволит вам быть более работоспособными, функциональными, здоровыми, повысить качество своих жизней и просто получать от нее больше удовольствия. Этот мир не для ленивых людей, и я желаю вам активных и мощных действий. Если вам понравилось это видео, оцените его, поделитесь им со своим другом. Напишите в комментариях, используете ли вы тренировки на выносливость, и если да, то какие изменения в себе вы наблюдаете после того, как начали их применять. А с вами был Влад Литвиненко. Я желаю вам успехов, занимайтесь собой и получайте удовольствие от правильных тренировок. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok